Внешнекамский автобус со вторника. Узнать его легко по широкой кабине и надписи «Цветок каменных джунглей». Он чуть меньше, чем привычный горожанам сине-белый транспорт. 27 сидячих мест, 72 в общем. Автобус оборудован по последнему слову техники. Здесь есть кондиционеры, валидатор и даже видеокамеры, которые фиксируют все, что происходит в салоне. Помимо этого, здесь бесплатный интернет. А благодаря пневматической подушке низкий пол опускается почти до земли. Это облегчает подъем для людей с ограниченными возможностями и для мам с колясками. Удобен автобус и для шоферов. Управление очень удобное. Я нанял уже 28 тысяч, проехал 27 тысяч. Все по-другой. Коробка автомат. Конечно, наибольший интерес представляет вопрос, способен ли низкопольный транспорт преодолеть ухабы нижнекамских дорог, включая огромных лежачих полицейских. Мы провели знакомство с республикой Казахстан. Были город Астана, Актюбинск, город Кокшитао. В Казахстане дороги немножко классом ниже, нежели в Татарстане. Он себя чувствовал комфортно. Нам удалось прокатиться. И действительно, новинка показала себя достойно. Испытательный период закончится 22 января. В производство «Цветок каменных джунглей» поступит в мае. Но вот появятся ли комфортные дорогие автобусы в Нижнекамске на постоянной основе? Судя по жалобам горожан, для начала необходимо решить другие проблемы. Увеличить количество рейсов, например. Крушния Валеева, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим».